приветствую всех сегодня имел беседу с одним моим хорошим товарищем он связался со мной для уточнения некоторых моментов касательно тематики днк нашей черкесской нации посетовал что в мол в интернете периодически проскакивают какие-то сюжеты зачастую дилетантского характера тема политизирована с недавних пор кое кем коммерциализирована возникают всякие провокаторы прохиндеи финансовые авантюристы представлюсь вначале меня зовут али берзик от габзыча барзычали по происхождению я убых мне всегда была интересная история черкесов этот интерес конце концов сподвиг меня на то чтобы протестироваться сделать тест днк это случилось в 2016 году уже сколько лет восемь лет тогда значит пробовал я найти какие-то концы узнать что к чему сопоставить свои результаты с другими но на тот момент не было никаких да ну были какие-то одиночные данные которые не давали особо почвы для того чтобы делать выводы ну тем не менее я решил буду собирать сделал какой-то список и понял что этого недостаточно надо надо оформить проект вот на базе этой же лаборатории была возможность это сделать лаборатория называется ftdna.com на на этой же базе были в на тот момент уже зарегистрированы осетинский карачаевский балкарский чеченский проект грузинский проект вот ну хорошо таким образом начал это дело начиная в 2017 году официально был зарегистрирован была зарегистрирована группа серкей днк черкесский днк проект задумка была объединить весь массив абхазоадыгский именно абхазоадыгский в алфавитном порядке абхазы убыхи адыги абазины адыгские общности абхаза жилья адыга жилья все для того чтобы разобраться меня двигал мой личный интерес общенациональный тоже вот мой друг задал мне значит несколько вопросов и квинтэссенция основное основной посыл какова генетическая биологическая основа черкесской нации можешь мне объяснить вот спаси у меня отцовские линии говорит интересует отцовские линии отцовские линии это именно те это именно то чем мы занимаемся уже семь лет как минимум игре хромоцома вот ответил я ему он попросил запиши видео потому что не только я ну друзья тоже хотят ознакомиться именно с твоим мнением когда этого не делал ради тебя сделал без проблем вот отвечая на вопрос надо отметить четыре ключевые гоплогруппы убывающий g2a2-ft34 r1a j2a и g2a1 тезисно попробую описать убывающий начиная с g2a2-ft34 эта гоплогруппа имеет сильный крен в сторону западных черкесов она наиболее значит численно представлена и имеет крен в сторону западных черкесов у некоторых субэтносов достигает семьдесят восемьдесят процентов а где-то лишь четверть кабардинцы и также очень удивительно что у бжедугов она относительно слабо представлена то есть тоже около там 25-30 процентов а бжедуге надо отметить это один из ключевых субэтносов адыгеи республика адыгея это западная черкесия то что сохранилось от нее после событий девятнадцатого века вот это g-ft34 может быть обозначена как условный остов наций на этот остов впоследствии нанизывались в тысячелетиях пласты прочих гоплогрупп которые присоединялись привносили свое изменяли этнический облик адыгов вот если говорить о западных черкесах их их кабардинской традиции они зовутся абаза абаза жилья или абаза чилья на кяхском на речи вот изменения изменения тех прочих гоплогрупп которые присоединялись в течение веков тысячелетий они были очень значительными и их необходимо также рассматривать и учитывать для того чтобы понять подноготную черкесской нации следующее это r1a вот она на втором месте делится на европейскую за 283 включает в себя вкрапления из древних народов европейского корня год и викинги а также если ну так же туда входят славяне это уже ближе к нашему времени вот все общее в общем зачете значит за 283 некоторые там 3-4 процента что-то в этом роде второй субклад r1a это за 93 включает разные линии часть из них влились в прото абхаза адыгов единовременно на время на какие-то уже более позднее время ну по хронологии видно что они в один момент вливались хотя ветки разные и еще один момент тоже относительно этой нужно отметить у абазин наибольшее разнообразие именно у абазин на кавказе на северном кавказе вообще на кавказе наверное народка у которого больше всего представлены и скорее всего они являются исходником чуть позже об этом поговорим вот подавляющее большинство этих представителей судя по хронологии комбинациям на ветках относятся к индоариям народом древности были такие на северном кавказе в северном причерноморье полу кочевой образ жизни вели они очень неплохо задокументированы античными авторами вот об индоарийских вливаниях в наши абхаза адыске на массивы писала масса авторов двадцатом веке их выводы основывались на данных археологии на результатах анализа заимствований абхаза адыских языков таким образом их выводы предвосхитили наши результаты наши результаты подтверждают то что они были правы что это именно именно так и было именно так имело место быть если мы берем выборку по благородным фамилиям по дворянским фамилиям абхаза адыгским р 1 а будет составлять около 50 процентов как это понимать любой человек может взять посмотреть и сам сделать вывод почему именно такая комбинация такое такая ситуация нравится это или не нравится этот это так это данность это данность учитывая хронологию вливания полторы две тысячи лет можем констатировать что это были именно они именно они кто принес значит патриархальные в патриархальные сообщества северо-западного кавказа и центрального кавказа идею о сословном устройстве восточной черкесии кабарде бесслинеи уровень развития сословых отношений детализация они были на порядок более развиты если сопоставлять с западными областями черкесии кабардинцы те же самые имели твердое убеждение что адыгская нация делится на два мега массива а база жилья адыга жилья это было это отражено во множестве источников и и были перечислены кто куда попадал относился вот и этот момент также отвечает комбинации большей представленности родина именно у аристократических черкесских общностей значит абаза жилья на западе и адыга жилья на востоке адыга жилья черкесские общины кабардинцы были гегемонами северного кавказа на протяжении последних нескольких столетий до значит экспансии российской империи третья гаплогруппа тоже интересная j2a она состоит из разрозненных разновременных веток среди черкесов составляет около 16-19 процентов вот у абхазов уже это доминирует достигая 45 процентов можно выделить две массивные ветки j2a sk 1313 так называемый катия скылда это основа абхазского народа у них она переваливает за 20 процентную планку это наибольший показатель все остальное уже меньше примечательно что в эту ветку попадает целый пласт преимущественно на тухаевских а также шапсукско-бжедовских фамилий вот перечислю их сахт-малищ баста-багог-багуша-таха-таха-чармет-натхо и последнее совсем недавно пришел результат шапсукские орки намра намра это фамилия сохранилась только в Турции на Кавказе на родине не осталось никого вторая условно называемая майкопская j2a майкопская терминальный снип y 3811 она также солидно представлена в числе абхазских фамилий у адыгов единично много у грузин очень много у грузин так последняя наиболее заметная гоплогруппа г2a1 ее источник единогласно относят к протокартвилам научным сообществам генетиков на Кавказе это точно она доминирует на хребте центрального Кавказа у осетин у карачаевцев у балкарцев у абхазов у абазин у кабардинцев 5-7 процентов в западной Черкесии выявлены две фамилии вот из более сотни там полторы сотни не больше две фамилии это Пшокок турецкие бжедуги у них предание о том что предок был неким кальюан такой борец или что-то физически крепкий человек в Крыму его заметил заприметил бжедугский князь и значит пригласил к себе давай мол ко мне будешь за меня бороться на соревнованиях там где куда вы выезжал со своей свитой у него обязательно должны были быть кто-то какой-то борец вот такое предание то есть он представлял основоположник вот этой фамилии Пшокок который тоже кстати на Кавказе не осталось это турецкий ждуг вот он был представителем князя на соревнованиях по борьбе он попадает в осетинскую ветку молодую осбогатаровскую ветку г-г-г-330 древность около тысячи лет чуть больше второй род это мои берзеговые с егерухая есть сведения некие сведения что они могут быть выходцы из хачимзия вот часть их рода в егерухае часть в кашхабе друг есть и другие ветки тоже которые не проверены ну много берзеговых очень много везде и пытаемся разобраться со всеми на сколько хватает сил возможностей денег далее товарища волновал вопрос относительно муссируемой тюрскости благородного сословия вот это такой животрепещущий вопрос всем он интересен много копий сломано вот благородное сословие из Р1А входят Болотоковы Шапсуги Аббаты Шеретлоковы Абхазские князья Шервашидзе Дзяпшипа Иналыпа Эмухвари Цанба Абазины Яган Кешевы десятки кабардинских родов и он говорит неужели они все тюрки вот вот так я мол слышал на ресурсах где-то вещают в интернете там на форумах что я мог ему ответить на этот вопрос вот записываю из-за этого вопроса пришлось записать никогда до этого не делал ну пришлось вот кому интересно посмотрите хронологию сами не поленитесь спросите вопросы ссылки дадим где это все обсуждается какие вилки на каких ветках какие развилки вот проанализируйте какие из тюрок попадают в эти ветки тюрки они же разные что такое тюрки нужно надо прояснить вначале они разные где они живут кто какие народы если это исключительно карачаевцы балкарцы которые бок о бок с нами жили и с другими тюрками не общались пятьсот шестьсот тысячу лет да они жили закрыты заслоненные собой кабардой а других никого больше нет то тут уже вопрос а как так почему они тюрки если других тюрок нету в этих ветках или есть одиночные какие-то выстрелы зачастую с преданиями о черкесском происхождении вот эти вопросы эти моменты надо более щепетильно более тщательно рассматривать особенно когда дело касается родов которые творили историю черкесии которые представляли из себя то что известно миру западным источникам и русским и туркам и восточным всем вот это они и были вот это они и были сравните каковы сословные статусы карачаевских и балкарских фамилий которые попадают в эти ветки вот и как так могло произойти что кто-то кто-то резко возвысился так одномоментно если и как это могло произойти если у наших соседей узловые развязки гораздо ближе к нашему времени нежели узловые развязки вот этих родов которые влились в абхазы адыгов полторы-две тысячи лет назад из интерьер что доказано научно-академически до тестов вот надо смотреть общий пазл общий пазл и учитывать все моменты все детали как бы это все пугающе или сложно не выглядело надо пытаться вникнуть пытаться рассмотреть и сделать заключение что я могу посоветовать в этом кратком таком видео это каждый черкес пусть купит себе тест не просто где-то там купить в какой-то лаборатории а именно там где сконцентрирован проект ftdna.com вот он внесет лепту своими данными он поможет с тем чтобы разобраться с историей с прошлым какие вехи были в нашей истории в истории нашего народа откуда с какими другими родами он в родстве какие вилки хронологические мы поможем разобраться с тамгами тамги тоже мы рассматриваем они нам очень сильно помогают проводим сопоставительный перекрестный анализ этимологий фамилии учитываем значит тамговые изображения все это постоянно находится в перманентном процессе другое дело что мы немного отстаем в вопросах медийности освещения ну будем пытаться как-то нагонять вот если будут вопросы я думаю можно будет найти и ссылки мы поделимся обязательно и ссылками на наши ресурсы где это все обсуждается где это все публикуется анонсируется и поможем с наводкой как сделать тест как сделать как осуществить и что для этого требуется как осуществить надо это все это это что это Продолжение следует...